Как и многие молодые люди, я не вполне понимал, куда нужно пойти. Смотрел на людей вокруг, читал хорошие книги, думал о том, какие предметы школьной программы непосредственно нужно на передний план. Представлять, чем бы я мог в дальнейшем заниматься. В медуниверситете я выбрал практически сразу направление – это хирургия. И последний стал совершенцем в этом направлении – научный кружок студенческий, посещение операционных, ночные дежурства, патоморфология. А в онковорологию непосредственно я пришел благодаря знакомству с очень известным научным деятелем, хирургом, ученым, профессором Русаком Игорем Георгиевичем, который в буквальном смысле заразил онкологической урологией, которая в те годы, в 90-е, развивалась колоссальными темпами. Ну, собственно, и сейчас это все и продолжается. Ну, нужно сказать, что наша действительность, современная жизнь и развитие медицины делает границы различных стран мира неосязаемыми. Онкологи разных стран общаются, делятся информацией, выкладывают видеооперации, общение. Тем более в настоящее время эру цифрового общения. Поэтому увидел точно таких же профессионалов, таких же трудяк. Просто делились какими-то своими передовыми технологиями и накапливали опыт для более эффективной своей работы. А посещение научных зарубежных площадок – это неотъемлемая часть нашей научной жизни, потому что именно там можно не только своим опытом поделиться, и, конечно же, еще и научиться. Нужно сказать, что наша работа усовершенствовалась, все стало более точным. Лабораторные инструментальные исследования, операционная техника, анестезиологическое пособие, послеоперационное ведение, реабилитация. В медицине, как и во всех отраслях, можно сказать, что время стало более быстро идти, и, соответственно, развитие, обучение, производство, труд, оно тоже многократно ускорилось. Цифризация сделала медпомощь более доступной, сделала больше возможностей для коллегиального решения проблем сложных, болиных, то есть сегодня благодаря телемедицинским технологиям можем помогать пациентам из самых отдаленных регионов, не только нашей страны, а и даже ближнего зарубежья, когда можно сформировать второе мнение профессиональное. Ценность цифризации особенно сейчас актуальна в период таких карантинных мероприятий, в период этой всей общей беды, ковидной инфекции. Поэтому цифровая технология – это, конечно, сейчас очень важнейшая составляющая нашей работы. Роботестированная хирургия – один из важнейших инструментов улучшения качества оказания современной медицинской помощи. Они позволяют лучше и объемнее видеть операционное поле, сделать движения более точными, уменьшить травматизм операции, сократить период реабилитации пациента. И без сомнения эти тезисы, они подтверждаются многочисленными научными практическими работами, и это не вызывает никаких сомнений. В лечении ряда ранних форм закачественных образований, роботическая хирургия, вне всяких сомнений, в урологии, в хирургии, является лучшей опцией, что может предложить современная медицина. Благодаря прецизионной технике, десятикратного увеличения операционного поля, 3D-картине, минимальной кровопотери, этот вид оперативного вмешательства демонстрирует лучшие результаты при лечении таких заболеваний, как закачественное образование поджелудочной железы, забрюшинных новообразований. В онкоурологии это заболевание рак прицательной железы и почноклеточный рак. В остальном робот – это еще один из инструментов доктора. Результат во многом зависит от опыта, знаний операционной бригады, оперирующего хирурга и всего этого в целом. Если буквально несколько десятков лет назад это было чем-то необычным, появление роботических установок в мире, в том числе в России, в настоящее время крупные центры каждый год оснащаются этой техникой. И этим сейчас уже особо мало кого не удивишь. Пациенты начитаны сейчас, они также пользуются интернет-ресурсами и формируют, бывают очень сложные вопросы оперирующему хирургу, именно на предмет роботических технологий. Разумеется, не всем пациентам показаны роботические операции, но это направление десятимильными шагами развивается, и в ряде заболеваний это уже может в ближайшее время быть золотым стандартом хирургии. Мы в настоящее время живем в эру таргетной терапии. Именно в онкологии выделяется этот период времени, когда появились высокоэффективные лекарственные агенты для лечения распространенных форм целого ряда злокачественных новообразований. Эти препараты позволяют увеличивать выживаемость даже в группах тяжелых с большим распространением, с большим количеством отдаленных метастазов. Примеров можно приводить великое множество. Таргетные препараты сначала активно использовались в лечении онкозаболеваний ободочной кишки, различных форм рака печени, с появлением новых достижений молекулярной биологии опухолей. Появилась еще более новая группа – это специфическая иммунотерапия, которая добавила в наш арсенал еще целую группу препаратов, также высокоэффективную. Можно сказать, что в современной онкологии многие фатальные проблемы, которые были актуальны 10 лет назад и еще ранее, стали решаемы благодаря внедрению новых протоколов, комбинации методов лечения, новых технологий. Конечно, огромный скачок – это развитие лекарственной терапии, лечение злокачественных новообразований. Особенно нужно отметить, что благодаря комплексному подходу в нашем центре, когда можно как в предоперационном или послеоперационном этапе сочетать со сложными онкохирургическими вмешательствами лекарственную терапию, именно это позволяет значительно улучшать выживаемость наших онкологических больных. Можно отметить, что ранее лечение злокачественных новообразований почки – это была большая больная тема в лечении этих пациентов, потому что эффективных каких-то агентов просто не существовало. Неспецифическая иммунотерапия позволяла вызывать ответ не более 10% больных. Рак почки нечувствителен, химиотерапия – это радиорезистентная опухоль, это всем известно. То есть в прошлом существовал только хирургический метод лечения. В настоящее время за последние 10 лет, чуть больше 10 лет в нашем арсенале больше 10 препаратов. Это, конечно же, таргетные препараты, иммунные препараты, которые, согласно современным алгоритмам смены линии терапии, позволяют беспрецедентно увеличивать выживаемость этих пациентов. То есть если ранее на беспецифической иммунотерапии эти пациенты жили не более 6 месяцев, в настоящее время эти сроки бывают увеличиваться в 10-кратном размере. Алгоритмы меняются постоянно, бывают каждые 6-12 месяцев новые препараты сменяют предыдущие. Поэтому большой скачок сделала молекулярная биология, онкология. Поэтому стоит порадоваться за наших пациентов, у которых есть не то, что появилось, а есть надежда на большую продолжительность жизни. Цель образовательного отдела – это передавать опыт центра молодым докторам, помочь им ориентироваться в тенденциях современной медицины. Мы только указываем основные направления, куда можно развиваться, двигаться и корректируем начальные шаги этих молодых докторов, прокладывать новые дороги в наши науки. Собственно, предстоит им, это будут продолжатели нашей науки, нашей работы. И любое образовательное дело, цель основная – это повысить уровень уже обученных специалистов. То есть это в прошлом, не так давно, это были студенты, которые только сопрокасаются с ответственностью, с клинической работой. Талантливые студенты, талантливые молодые специалисты, разумеется, хотят работать в известных научных учреждениях. Поэтому молодым у нас везде дорога. Нужно проявлять себя, стремиться, не лениться и работать, отдавать себя на 100% нашему делу. Разумеется, никто не будет отрицать, что молодежь отличается от нашего поколения. Современные студенты готовы к быстрому развитию, быстрому внедрению технических новшеств, цифровизации, информатизации. Среди интересующихся онкологии, онкохирургии достаточно много талантливых молодых докторов, заинтересованных в развитии дальнейшей медицинской науки. Также, как во все времена, ценим тот специалист, который много читает, много времени проводит в операционной, с больными, дежурит, и, разумеется, знание иностранных языков, и который не ленится работать. Пожалуй, тут, как любого профессионала, врача, терпение, интерес к своей работе, способность к критическому мышлению, стремление к постоянному совершенствованию. И тут много разных громких слов можно говорить, но можно процитировать героя произведения Германа, что любая выбранная отрасль медицины должна быть делом, которому ты полностью служишь. И тогда будет результат. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова